Я думаю, что сейчас будет самое интересное. Это прогноз по выплатам по окончании срока действия договора. Итак, вы на экране видите три цвета блока. Красный блок – это гарантированная страховая сумма 1,4 млн грн. То есть вот эту сумму гарантированную страховую по окончании срока действия договора клиент гарантированно получает не менее этой суммы. Синий блок и зеленый блок. Я вам говорила уже о том, что полис оформляется один раз на весь срок действия полиса на 30 лет в данном случае. Таким образом клиент оплачивает страховку. Каждый год накануне годовщины платежа наш клиент получает на электронную почту письмо с квитанцией. И в квитанции есть таблица, в которой есть несколько вариантов для оплаты полиса. Вариант первый. Клиент оплачивает каждый год неизменный, неувеличивающийся платеж – 40 тыс. грн. на протяжении всего срока действия договора, на протяжении 30 лет. В таком случае он получит гарантированную страховую сумму плюс дополнительный институционный доход, который сформирует для него компания за весь этот промежуток премии. В итоге получается цифра 3 млн 572 312 грн. С доходной части, с ДИДа, Медлайк заплатит налоги государству, то есть Медлайк выступает в качестве налогового агента, платит налоги государству за клиента и платит клиенту на банковскую карту белые чистые деньги после налогового обложения. И он эту сумму может показать любому фискальному органу. Второй вариант. Клиент оплачивает индексированные платежи. То есть каждый год компания предлагает заплатить нашему клиенту чуть-чуть больше, чем в прошлом году. В среднем на 10-12%. В 2023 году Медлайк озвучил индексацию, то есть все клиенты, которые будут получать индексированные суммы, индексацию составляет 15%. Ну, потому что в 2023 году в стране война и инфляция выше, чем, скажем так, в мирное время, что в принципе логично. В таком случае на выходе наш клиент получит более чем в два раза сумму, чем если бы он оплачивал неиндексированные платежи. Поэтому крайне важно оплачивать индексированные платежи. И чуть дальше я вам продемонстрирую несколько выплат по данной программе на примере реальных кейсов наших клиентов. И вы поймете, насколько важно индексировать платежи. То есть каждый год платить чуть больше, чем в предыдущем году. Я здесь в нижней части слайда выделила красным примитку, которая присутствует в каждом расчете предложения для нашего клиента. Гарантованная страховая сумма, включая инвестиционный доход, в размере 4% речных. Тя умова и низминная. То есть гарантированная страховая сумма априори присутствует 4% зафиксированного, 4% инвестиционного дохода. Дело в том, что в Украине на сегодняшний день Митлайф, наверное, осталась единственной компанией, которая еще не снизила 4%. Это максимально гарантированный инвестиционный доход. Другие компании еще до полномасштабного вторжения снизили гарантированный инвестиционный доход до 1,5%, до 1%. Это очень важный момент. Если вы сейчас находитесь в состоянии размышления, стоит ли это делать, либо, может быть, в следующем году, либо после войны, я рекомендую это сделать, потому что в любой момент, в любой день я могу открыть корпоративную почту и прочитать о том, что компания приняла решение снизить гарантированный инвестиционный доход с 4%, например, до 1,5%, либо до 1%. Это важный момент. Просто обращаю ваше внимание на этот важный факт. Каким образом можно забрать деньги из компании? Можно забрать всю сумму сразу, либо можно оставить деньги в компании и выбрать их, ну, либо оставить в качестве пожизненного аннуитета. Что такое аннуитет? Это выплаты равными частями. Пожизненный аннуитет – это значит, сколько человек проживет лет, столько лет Медлайф будет платить ему деньги. После смерти, если клиент уйдет из жизни, например, через год, либо через два года, то есть он не выберет те деньги, которые он успел накопить, эти деньги остаются в компании. Если клиент доживет до 100 лет, тогда немножко попадет страховая компания, потому что она заплатит гораздо больше, чем, например, мог клиент накопить, предположим. Либо наш клиент может оставить деньги в компании гарантированно на определенный срок и выбрать эти деньги в течение 10, 15, либо 20 лет. Очень важный момент. Если клиент оставляет деньги в Медлайфе, то с 70 лет доходная часть не облагается налогом. Что будет через 5-10 лет или 15, я не знаю, но на сегодняшний день не облагается налогом доходная часть с 70 лет. Еще очень важный момент. Если наш клиент работает на общей системе налогообложения, то есть если он не является фопом либо фрилансером, а если у него есть работодатель, который за него платит налоги государству, то через налоговую инспекцию он может получить налоговую скидку 19,5%, то есть 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор через налоговую инспекцию с накопительной части. Вот с тех 26 хвостиком тысяч гривен из 40, которые идут в накопление. Рисковая часть, конечно же, на никакого отношения к налоговой скидке не имеет. Что я еще хотела сказать? Ну, скажу позже, если я вдруг что-то забыла, походу буду вспоминать. Еще раз подытожу. Поле страхования жизни решает три основные задачи. Накопление формирования частной пенсии, страхование жизни на случай смерти, это наследство, по большому счету, и страхование здоровья от несчастного случая и заболевания. А сейчас я вам продемонстрирую три варианта развития событий по накопительной пенсионной программе. Их всего три, может быть. Три выплаты. Счастливое дожитие нашего клиента до окончания срока действия договора и получения этих денег, накопленных, защищенных, сформированных компаний для нашего клиента. Второй вариант смерти в результате несчастного случая. Третий вариант смерти по болезни. То есть только таким образом всего три сценария могут быть при покупке нашего полиса. Итак, вариант первый. Вариант первый – это выплата по накопительной программе. Полис был куплен нашим клиентам в феврале 2003 года. В феврале 2023 года полис закончился. Гарантированная страховая сумма по этому полису – 190 на 1000 гривен 500. Дополнительный инвестиционный доход, который сформировал Медлайф для этого клиента – 258 472 гривны. Специальный фонд индексации – 577 568 гривен. Медлайф суммировал все эти суммы и получилась общая цифра – 1 27 540 гривен. Медлайф с Дида и Сифа заплатил налоги государству и начислил нашему клиенту чистыми белыми 923 376 гривен. То есть Медлайф заплатил 100 000 гривен государству. Ну, что поделаешь, доходная часть облагается налогом, а Медлайф является законопослушным страховой компанией. Естественно, Медлайф не может не заплатить налоги государству. Клиент распоряжается этими деньгами по своему усмотрению. Деньги наш клиент может получить либо на банковскую карту, либо по системе Валь-Экспресс через Rayfazen Bank Aval. Что еще хочу сказать по этой программе. Начинал оплачивать эту программу наш клиент с 10 000 гривен. Это было в 2003 году около 2 000 долларов. Он всегда индексировал свои платежи. И поэтому у него специальный фонд индексации получился в два раза больше, чем дополнительный институтный доход. Объясняю, почему это происходит. Почему ДИТ меньше, чем специальный фонд индексации. Дело в том, что в законе Украины о страховании четко прописано, каким образом распределяется дополнительный инвестиционный доход между клиентом и страховой компанией. Это четко прописано в законе Украины о страховании. В соотношении 85% в 15%. То есть по закону страховая компания из тех заработанных денег, которые страховая компания зарабатывает в результате инвестиций, инвестирования денег своих клиентов, страховая компания может забрать не более 15% из 100%, которые она заработала. И заплатить клиенту не менее 85%. А вот специальный фонд индексации, который сформировал Медлайф для своего клиента, полностью уходит клиенту. То есть на специальном фонде индексации Медлайф не зарабатывает ничего. Вот почему выгодно индексировать свои платежи. Потому что это приносит дополнительный доход и дополнительную защиту от инфляции для нашего клиента. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Если что-то непонятно, то можно вернуться, чем не нравится видео. Можно вернуться, еще раз прослушать, замедлить, ускориться и так далее. Вторая выплата. Смерть в результате несчастного случая. Что за ситуация? Это был накопительный полис, который был куплен в октябре 2021 года. Это был мужчина 35 лет. Годовой платеж по его программе комбинированной составил 31,5 тысячу гривен. Клиент успел заплатить первую неуглоразбивку на два платежа. Он успел осуществить первый платеж. Так случилось, что он попал в ДТП и погиб в результате полученных травм. Полис находился в льготном периоде. 90 дней льготный период в медлайфе на период войны, пока военное положение в стране. Что такое льготный период? Сразу же расскажу об этом. Представьте себе, что у вас есть машина, вы покупаете автогражданку. И у вас автогражданка, полис закончился вчера, вы не успели его пролонгировать. И на следующий день, когда вы находитесь уже без страховки, происходит страховое событие. Что в такой ситуации будет делать страховая компания? Ну, конечно же, страховая компания ничего не заплатит, потому что у клиента нет действующего полиса. Клиент прощелкал и не переоформил договор. А в медлайфе до полномштабного вторжения в медлайфе льготный период был всегда 30 дней. То есть с момента с годовщины платежа у клиента есть 30 дней для того, чтобы оплатить полис. И на протяжении льготного периода клиент находится под покрытием. Если с ним что-то происходит, то компания выполняет свои обязательства. После полномасштабного вторжения медлайф принял решение, точнее руководство нашей компании, продлить льготный период до 90 дней. То есть мы пошли на уступки нашим клиентам, понимая, в какой ситуации находятся граждане Украины в состоянии такой тотальной, полномасштабной, такой страшной войны. И полис этого клиента находился в льготном периоде, 90 дней. И медлайф заплатил в даве нашего клиента, она была единственным выгодоприобретателем, 2 миллиона 34 тысячи 404 гривны. Предлагаю посмотреть на расшифровку этой выплаты. Я всегда говорю о том, что расшифровка выплаты – это кладезь информации. Здесь много всего интересного можно получить. В данном конкретном случае страховом сработало две программы у этого клиента. Это программа Е, помните, я говорила, запомните название этой программы, страхование на выпаде от смерти, обвода життя. Вот если бы этот клиент выжил, дожил до окончания срока действия договора, то он бы получил свою гарантированную страховую сумму плюс доход. Гарантированная страховая сумма у него была по его полису 534 тысячи 354 гривны. Полис не успел поработать, потому что он действовал чуть больше, чем полгода. И медлайф начислил 100% гарантированной страховой суммы в данной расшифровке. Также клиент этот докупил себе риск смерти в результате частного случая полтора миллиона. И медлайф тоже включил эту сумму в расшифровку. В сумме получилась цифра 2 миллиона 34 тысячи 404 гривны. Вот такая цифра. Почему важно страховать свою жизнь? И прежде всего важно страховать свою жизнь кормильцам. Ну для того, чтобы семья не обанкротилась в случае ухода из жизни кормильца. То есть по большому счету часто так бывает. Когда кормильец ушел из жизни внезапно, в семье больше никто не умеет зарабатывать деньги. И семья может в прямом смысле этого слова обанкротиться. С такой суммой, в принципе, эта женщина может поднять своего ребенка. И сформировать какие-то, отложить деньги на образование, например, ребенка. И в принципе нести какие-то ежедневные, элементарные, банальные траты, которые присутствуют, пока ребенок растет и развивается. Так, следующая выплата. Третий сценарий развития событий при покупке полиса накопительного страхования жизни. Это смерть в результате болезни. Что за история? Это был тоже накопительный полис, который был куплен в июле 2019 года. Женщине на момент покупки полиса было 44 года. И она платила 40 тысяч гривен в год. Это был первый ее платеж. Что с ней произошло? В 2021 году ей диагностировали рак мозга. Она уехала в Германию на лечение. Летом 2022 года, когда уже в Украине была полномасштабная война, она вернулась в Украину. Получила в июле 2022 года выплату по программе 7 критических заболеваний, в которую входит рак, в том числе 100 тысяч гривен страховое покрытие. У нее достаточно скромное было покрытие. И скажу так, у этой женщины была классическая программа пакетная, которая называется «Золотой капитал» с акцентом на накопление и с акцентом на покрытие глобальных рисков, таких как смерть в результате несчастных случаев и смерть по результате заболеваний. И в рисковой части у нее было очень скромное покрытие. Но так случилось, что вот у нее всего было 100 тысяч гривен, и Митлайк заплатил 100 тысяч гривен по этой программе в июле 2022 года. В июле же ей нужно было заплатить, у нее была годовщита платежа, и ей нужно было оплатить очередной платеж. Она этого не сделала. Полис находился тоже в льгодном периоде, как и предыдущий полис. И Митлайк, что с ней произошло? Она в сентябре умерла. У нее был льгодный период до октября 2022 года, но в сентябре она умерла. И Митлайк уже 6 октября заплатил ее выгоды приобретателям 787 тысяч 240 гривен. Откуда взялась эта цифра? Давайте посмотрим расшифровку. Еще раз я говорю о том, что это кладезь информации. Итак, у этой женщины сработала программа ЕНДАМОН, смерть застрахованной особы. Гарантированная страховая сумма у этой женщины по ее полису была 686 тысяч 257 гривен. Она успела оплатить два раза индексированные платежи. Помните, я говорила о том, что накануне годовщины платежа клиенты получают письмо с квитанцией, в которой есть таблица, и в этой таблице есть несколько вариантов для оплаты. Я всегда рекомендую индексировать платежи. Вот она дважды оплатила индексированные платежи. То есть она два раза заплатила на 10% больше, чем в предыдущем году. И если клиент платит индексированные платежи, например, на 10% больше каждый год, чем в прошлом году, тогда увеличивается на 10% и гарантированная страховая сумма. То есть за счет двух индексированных платежей у нее сформировался дополнительный фонд, который составил 129 с хвостиком тысяч гривен. И тогда Миклайф заплатил гарантированную страховую сумму, плюс индексация, которая сформировалась за счет индексированных двух платежей. И Миклайф начислил в таком случае 815 274 гривны. То есть, конечно, много цифр, может быть, уже у вас мозг закипает, да? Но, тем не менее, я проговариваю очень важные вещи. Также в данной программе сформировался небольшой инвестиционный фонд. Ну, полис совсем мало работал, и тем не менее, чуть больше 7000 гривен. И даже дополнительный инвестиционный доход небольшой, чуть больше 3000 гривен сформировался. Миклайф суммировал все эти цифры, но так как этот полис в годовщину платежа не был оплачен и находился в льготном периоде, то Миклайф вот эту сумму неоплаченного платежа, 38 606 гривен, вычел из той суммы, которую начислил на выплату. И в итоге получилась цифра 787 240 гривен, которую получили выгоды приобретатели этой женщины. Много цифр, конечно, много информации было на этом слайде, но это очень важная информация, мне нужно было ее проговорить. Вот таким образом может сработать поле страхования жизни. Напоминаю о том, что все-таки 90% клиентов лайфовой страховой компании счастливо доживают. Это мировая статистика, и только один из десяти не доживает. В любом случае, важно понимать, что когда клиент наш покупает накопительный полис страхования жизни, деньги гарантированно остаются в семье. Либо получает их клиент, когда полис заканчивает свое действие и счастливо живет на эти деньги, либо деньги получают близкие родственники, семья. Они в любом случае остаются в семье.